Виктор Иванович Чепурнов в эту лабораторию приходит уже 30 лет. Здесь ученый вместе со своей командой работает над созданием бета-батарейки, проще говоря, вечной батарейки. Суть технологии – преобразование радиоактивной энергии в электрическую. То есть тот источник памяти, который будет подпитываться бета-батареечкой, он может существовать тысячелетия. И дело не только в бесконечном хранении информации. Разработка может применяться и в медицине, и в автомобилестроении для беспилотников или различных датчиков. Это может быть, например, в умном автомобиле. То есть там какие-то процессы. Умный дом, система, умный дом. То есть это вообще батарейка для систем будущего, для приборов, которые будут в будущем более распространены. Сейчас их очень мало. Самарская технология позволяет создавать автономные и при этом микроскопические источники энергии. Ученые используют особый изотоп углерода в качестве радиоактивного элемента. В отличие от аналогов, он безвреден и отличается низкой стоимостью. Эта кремниевая пластина – только исходный материал. На ее основе и будет сделана так называемая ядерная батарейка. Работать она может больше пяти тысяч лет. А значит, это просто идеальный источник энергии, допустим, для кардиостимуляторов. Настоящее спасение для тех людей, срок жизни которых ограничен работой этого аппарата. Еще одно новшество – пористая подложка из карбида кремния. Она и задерживает радиоактивное излучение ядерной батарейки. Карбид кремния – третий по твердости материал на Земле. А еще может выдержать температуру до 350 градусов. Проект самарских ученых уже на слуху. Его поддержал Российский фонд содействия инновациям и нанотехнологический центр Самарской области. К нам поступают опренные уже запросы. И они заставляют нас дополнительно работать, дополнительно искать источники финансирования, для того, чтобы удовлетворить требования заказчиков. Они достаточно непростые. Сейчас группа ученых отрабатывает технологию. А первый прототип ядерной батарейки появится в ближайшие месяцы. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.